По вкусу я возглавляю юридический отдел номер один. Сейчас у нас в настоящий момент в компании три отдела. Это юридический отдел номер один, юридический отдел номер два и есть у нас еще и доблестные юристы-розницы. Все мы являемся большой сплоченной командой юристов. Перед юристами моего отдела стоит множество различных задач, связанных с обслуживанием ритейла. Это и большой блок договорной работы, аренда, поставка, это и защита интеллектуальных прав, и судебно-претензионная работа. Вот, собственно, мы и пришли. Пойдемте, я вам покажу, где сидят наши юристы. У нас в отделе восемь человек. Там сидит мой заместитель Виталий Романов. Сейчас, как вы видите, все находятся на своих рабочих местах в офисе, но так бывает нечасто. На самом деле у нас много разъездной работы. Вот в пятницу, например, у нас состоит судебное заседание. Мы нечасто отстаиваем интересы в суде, стараемся прибегнуть к возможности заключить мировое соглашение с контрагентом. Если это не удается, тогда уже выходим, конечно, в суд и защищаемся права своей в суде. У нас есть обычаи. Мы с коллегами раз в неделю за кофебрейком обсуждаем свои насущные дела. И какие есть у нас проблемные вопросы. Кто первый, кто начнет? Давайте я. Давайте, Анатолий. Контрагент сегодня будет в офисе в 18 часов. Собственно, будем с Электро и Игорем обсуждать условия. И подписание, скорее всего, будет тоже сегодня, если достигнуть соглашения будет. Родилась эта идея в результате того, что у нас часто совпадали собрания с днями рождениями сотрудников либо какими-то такими важными событиями в жизни моих сотрудников. И мы пришли вот к этому, что действительно обсуждать так намного приятнее, чем просто сухо проводить собрание. Я постоянно прохожу повышение квалификации. Учусь на различных тренингах, семинарах. С момента моего прихода в компанию прошло уже более десятка дел через мой отдел. 99% из них выигрышные. И 1% этих судов составляют заключение мировых соглашений, тогда, когда мы с партнером договариваемся на берегу. Я пришла в компанию в 2012 году. Тогда еще не было у нас ни договора аренды, ни договора поставки. Пришлось разрабатывать все с нуля. Поэтому мной была создана библиотека основных шаблонных договоров, которые мы используем по сей день. Через мой отдел проходит где-то порядка 100 договоров в месяц, в том числе аренда. Это большой основной поток 30-40 договоров. По степени сложности в юридический отдел приходят разные договоры. Приходят и договоры в объеме на 200 листов от торгового центра. Приходят и совсем стандартные договоры, которые приходится дополнять и наполнять их содержимое. Так как они не отвечают требованиям компании. Подражателей вкус виллы становится с каждым днем все больше и больше. К сожалению, мы сталкиваемся с этим и боремся, так скажем, всеми доступными методами. У нас было два судебных дела. Это вкус милк и вкус вина. С вкус милком мы получили положительное судебное решение. И проделали огромную работу для того, чтобы убрать этого конкурента, так скажем, с рынка. С вкус вина мы заключили мировое соглашение, но тоже проделали огромную работу. Провели с ними переговоры, благодаря чему они изменили логотип и пошли нам навстречу. Выявляем мы случайно этих подражателей. Бывают такие случаи, что просто кто-то из коллег сфотографировал и прислал фотографию с этим подражателем, так скажем, со схожим брендом. Мы, соответственно, анализируем это фото вместе с патентно поверенным. И впоследствии уже принимаем решение, как будем с ним бороться. У меня в кабинете настоящий зеленый оазис. Есть вот такая вот чудная пальмочка. Фолейнамсис вообще мой любимый цветок из семейства орхидейных. Я люблю их поливать. Даже подстригаю сухие листья. И буквально минутку я нахожу утром, когда прихожу, либо вечером, когда ухожу, чтобы полить свои цветы, посмотреть, в каком они состоянии. Сейчас у меня будет легкий перекус. Я беру себе вот такой обезжиренный йогурт черникой. Соленое или копченое? Соленое. Мировое соглашение или решение суда? Мировое соглашение. Колбаса или сосиски? Не то и не другое. Консервы или заморозка? Ну, наверное, консервы. Что-то из консервов я могу поесть. Например, тунец. Тот же самый. Закон или бекон? Конечно, закон. Вкус вилл, на мой взгляд, ассоциируется с маленькой деревней, фермой. Вкус и вилл – это два слова, то есть производные с английского языка. Вилл – это виллич, деревня. Поэтому и ассоциация возникает с маленькой деревенькой, в которой есть молоко и другие продукты. Я желаю компании успехов, удачи и, конечно же, роста. Редактор субтитров А.Семкин